Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Соломон Соломон, Сафо и Эрина в Митиленском саду. 1864 год, бумага, акварель, 33 на 38. Симон Соломон, английский мастер, близкий прерафаэлитам. Живописный талант сочетался в нем с распущенным поведением. Соломона дважды арестовывали в Лондоне и Париже, и он умер от алкоголизма. Митилена – главный город острова Лесбес, где родилась Сафо, знаменитая древнегреческая поэтесса. Она стала во главе сообщества женщин, разделявших ее взгляды. Образ Сафо на протяжении столетий был очень привлекательным для художников. Рафаэль запечатлел ее на фреске «Парнас» в станции Дела Сентюра в Ватикане. Можно представить большую галерею произведений, изображающих ее, причем всегда с лирой. При этой детали зритель узнает героиню и на картине Соломона. Инструмент стоит у колонны справа – Сафо. Согласно одной из гипотез, Соломон придерживался ее, но сегодня она отвернута. Считала, что в окружении Сафо была другая поэтесса – Ирина. Как бы то ни было, художественное творение замечательно и порождает много мыслей и ассоциаций. С Сафо и Лесбосом прочно связано представление о лесбийской любви. Хотя совершенно очевидно, что этот род отношений возник намного раньше, и он не может считаться исключительно прерогативой поэтессы и ее окружения. Соломон, не традиционная сексуальная ориентация, которая не была секретом, глубоко размышлял над феноменом однополой любви. В позе и жести героини, обнимающей Эрину, усматривается не просто проявление чувства, но некая агрессия. Эль Джернон Чарльз Сувенберн, поэт, близкий к преррафаэлитам, друг мастера в своей поэме «Анакторий», вложил в уста Сафо слова. «Я желала бы, чтобы моя любовь убила тебя». Этот мотив угадывается и в картине. Работа Соломона вызвала острую дискуссию в викторианской, пуританской Англии, где были распространены, но не афишировались отношения нежной страсти между женщинами. Она затронула животрепещущие моменты социальной жизни. В ней и сейчас видится протест против ограничений, которых придерживался барализирующий эстетизм преррафаэлитов. Протест, чьей целью было утверждение более радикального взгляда. Красота не связана напрямую с этикой и моралью. Они относительны, она абсолютно. В 1886 году Соломон еще раз обратился к образу Ирины и создал пастель Ирина Лесбовская. Ну, вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Симона Соломона «Сафо и Ирина в Митиленском саду» в 1864 году. Пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok